В Славянском районе есть чем и кем гордиться. В муниципалитете много прекрасных людей, настоящих профессионалов, активных общественников. В этом мы еще раз смогли убедиться, побывав на церемонии награждения победителей конкурса читательского рейтинга газеты «Заря Кубани» «Персона года-2023». Подробности этого события в нашем следующем репортаже. За годы проведения конкурс районной газеты завоевал большой авторитет у жителей. Именно они, славянцы, предлагают кандидатуры для номинаций и своей активностью в социальных сетях обеспечивают правильный выбор победителей. Лидеры общественного мнения, ставшие победителями конкурса читательского рейтинга «Персона года-2023» были приглашены в администрацию муниципалитета. Глава Славянского района Роман Сенеговский по достоинству оценил значение конкурса, в котором чествуются лучшие славянцы. «Послушаем и познакомимся поближе с теми нашими жителями и друзьями, которые нарождены по разным номинациям. Погордимся, порадуемся, будем ближе знакомы. Наверное, так и должно быть, чем и Селено-Славянский район. Он силен, наверное, прежде всего людьми». Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко подчеркнул, что победители конкурса по праву заслужили эту честь за самоотверженную работу, неравнодушие и любовь к малой родине. В редакции «Зари Кубани» этому конкурсу читательского рейтинга придают особое значение, считая его проведение одним из серьезных направлений деятельности. «Сегодня в очередной раз читатели выбрали лучших из лучших в 12 номинациях. Конкурс проводится почти 20 колен. И некоторые, но здесь сегодня нет, жители нашего города-района дважды номинировались и побеждали в этом конкурсе. Но я от всех учебных вас поздравляю. Нам очень комфортно и приятно, что вы нашли время прийти». Состоялось награждение лучших из лучших. В торжественной обстановке награды получили люди, внесшие наибольший вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета. В номинации «Государственные люди» дипломом был награжден герой труда Кубани, заслуженный работник сельского хозяйства России и Кубани, почетный гражданин Славянского района Владимир Ильич Синеговский. В номинации «Менеджмент и управление» победителем стал генеральный директор агрофирмы «Приволья» Сергей Логошин. «Я считаю, что это очень высокая оценка не только моей деятельности, это высокая оценка всего коллектива. Это большое внимание всех жителей района к нашим прессованным неприятным присутствиям за сегодняшним мероприятием, за этим коллективом. Ну и учитывая, что все-таки непростое время мы живем, я считаю, что наше дело права не должны побеждать на всех руках». В номинации «Трудовая доблесть» звание «Персона года» удостоилась главный агроном ОПП Анастасиевская, герой труда Кубани Тамара Туриченко. Она поблагодарила за высокую оценку ее труда. В номинации «Друзья газеты» диплом получила начальник ГУ Управления фонда пенсионного и социального страхования в Славянском районе Лидия Скоробогатько. Каждый из отмеченных в своих номинациях, а это были люди самых разных возрастов и профессий, был достоин добрых, идущих от сердца слов. «Работа любая хороша. На любой работе надо трудиться и достигать результата. Будь это спорт, будь это патриотика, будь это культура, будь это сельское хозяйство. Любая вот эта цель. Поэтому совершенственно владеть своей специальностью, быть хорошим человеком. Как знаете, бывает, говорят, хороший человек не профессия. А вот есть второе мнение, что хороший человек – это профессия, особенно для тех, кто работает с людьми. И профессиональные знания, и человеческие качества, они идут рядом, и всем они нам нужны. Поэтому я еще раз всех поздравляю. Район действительно гордится, что у нас есть такие люди». Быть в числе победителей почетно. Лучших выбирали жители района. Именно они в течение года присылали в редакцию письма со словами благодарности в адрес тех, кто наиболее достоин. Эти люди являются примером трудолюбия, и преданности своей родине для подрастающего поколения. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».